Глава двадцать вторая Книги Иисуса Навина Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Монасиина и сказал им, — Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов Моих во всем, что Я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих продолжений многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашою. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Монасии надал Моисей удел в Вассане, а другой половине Его дал Иисус удел с братьями Его по эту сторону Иордана, к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им, — С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими. И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монасии на от снов Израилевых из Селома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монасии на соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят, — Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монасии на соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Селом, чтобы идти против них войною. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым и к половине колена Монасии на в землю Галаадскую Финиеса, сына Илиазара, священника, и с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасии на в землю Галаад и говорили им, и сказали, — Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Ни один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израиля? Ни один он умер за свое беззаконие. Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Монассиина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает, и Израиль, да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа и для того, чтобы приносить на нем все сожжения и приношения хлебные, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между вами и нами сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан, нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сыновей чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы Он между нами и вами, между последующими родами нашими был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам части в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, который сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа, Бога нашего, который перед его скини. Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч израилевых, которые были с ними, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Монасийны, одобрили их, и сказал Финиес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Монасийным, «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступление этого, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». И возвратился Финиес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и назвали сыны Рувимовы и жители Гадовы жертвенник Эд, что значит свидетель, потому что, сказали они, Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok